Продолжение следует... 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 когда все было в блокпостах, когда все держалось под контролем, когда была агентурная сеть, разведка и так далее. Либо нам придется вести там активные боевые действия, подавляя террористов огнем и все время навязывая инициативу, либо третий вариант – просто оттуда выйти. Потому что вот такая ситуация, как сейчас, надолго не может оставаться, и наши военные прекрасно это понимают. Вот эта вынужденная, вот эта вот пауза оперативная, которая навязана политическим вот этим вот провисанием. Теперь я хочу вам сказать, что, знаете, что я Натаньяу всегда критикую там, но в данном случае мне очень сложно его критиковать, потому что он находится в невыносимой ситуации. В невыносимой, потому что он и его переговорная группа вынуждены вести переговоры с людьми. Я их даже таким словом-то назвать не могу, но уровень их цинизма он бесконечен. И фактически можно сказать, что этот уровень цинизма патологический даже где-то. Это даже уже не мы говорим, ладно там мы, а это говорят, допустим, те же самые египтяне, которых трудно… Египтяне, кстати, сегодня заявили, что если Хамас опять отвергнет это соглашение, предложение, которое им сейчас, то египтяне умывают руки, и на всякий случай, между прочим, они сейчас скопили большой воинский контингент вдоль границы. Так что они готовятся ко всему. Ну, вообще, я вам хочу сказать так уж, отвлекусь на минуту. Египет – это государство, имеющее огромную армию, у них 16 дивизий, значительная часть которых либо является парашютно-десантным, или может десантироваться. Три дивизии у них таких, которые могут десантироваться в течение 48 часов в любой точке земного шара, ну, на досягаемости их авиации, допустим, военной. Кстати, для меня до сих пор секреты и тайна, почему египтяне не предприняли самостоятельно военную операцию против Хуситов Емельских, потому что Египет – самое пострадавшее государство от них. У Египета, кстати, между прочим, шестой по численности в мире военно-морской флот, огромный. Их доходы, я поясню, что сказал по поводу пострадавших, потому что доходы Суэцкого канала упали более чем вдвое, а это очень серьезная статья бюджета Египта. Египет за последние два с половиной года увеличил бронетанковые войска на четверть. И нам бы как бы задуматься, когда у нас будет время на это после этой войны, задуматься вообще, против кого они так вооружаются, и вообще, как к этому относиться. И на самом деле мир с Египтом и вот это вот стратегическое сотрудничество, которое сейчас имеет место на очень высоком уровне, кстати, это, безусловно, наше достояние. Но для того, чтобы мир был прочным на Ближнем Востоке, всегда нужно иметь в качестве подстраховки надежную воинскую силу. Это единственный довод, который заставляет соседей всерьез тебя воспринимать. Ну, я смелюсь процитировать Григория Тамара, который в прошлой программе приводил известную цитату американскую, что я их уговаривал добрым словом и кольтом. То есть вот с кольтом как-то они больше понимают, так и здесь. Совершенно верно, совершенно верно. Но в целом я хочу отметить вот этот важный очень момент. Сейчас у нас с Египтом, с их эстеблишментом, с их военно-политическим руководством, с их верхушкой очень тесные плодотворные контакты идут. Я бы даже сказал, ну, можно даже их интерпретировать как союзнические до известной степени. Это не то, что мы там друг друга любим и в щечку целуем. Но я просто вот, я думаю, обрисовал достаточно понятную ситуацию. Поэтому неудивительно, что они умывают руки, потому что такие переговоры, это роняет авторитет страны. Не просто Катар тоже вышел как бы из этой ситуации. Но, понимаете, Хамас, с одной стороны, он загоняет наших политиков в угол, наше руководство, наше правительство. А с другой стороны, он политически тоже себя сам загоняет в угол. Смотрите, от него отворачиваются одни за другим все, так сказать, те, ну, не союзники, там, Египет никогда не был их союзником, но последники, по крайней мере, да. А Катар был союзником, они тоже от них отворачиваются уже. И лечь сейчас идет о том, что они будут искать себе новую штаб-квартиру после войны. Единственное государство, которое готово их принять, опять же, с огромными оговорками в этом регионе, это Турция. Прошу прощения, Григорий, прошу прощения. Несколько часов назад было официальное заявление министра иностранных дел Турции о том, что вопрос о прибытии руководства Хамаса в Турцию даже не рассматривается. Ну, вот видите, значит, американцы туркам немножко тоже намекнули, все-таки Турция отчеты НАТО. Ну, может, Владимир Владимирович Путин их в еврейскую автономную область примет, там вот есть такая область. Он сказал, вы хотели еврейскую землю? Вот, пожалуйста, есть еврейская автономная область, Биробиджан, вот там заселяйте, может, туда им самая дорога. Так вот, понимаете, теперь вопрос, а что же делать? Вот, допустим, вы говорите, а если не штурмовать Аль-Рафех, какие альтернативы? Я хочу напомнить, между прочим, что когда была операция «Защитная стена», которую провел Ариэль Шарон в 2002 году, блестящая, кстати сказать, с военно-оперативной точки зрения операция, которая вошла в учебники военного мастерства, то закончилось это тем, что Аль-Рафех был обложен в своей резиденции в Мукате и со всех сторон полностью изолирован, и Мукату не штурмовали, потому что это запретили Израилю делать. Так, фактически, возможно, сейчас ситуация где-то, может быть, зеркальная той, что Хамас будет обложен в Рафехе, со всех сторон изолирован, а дальше, безотносительно того, там, разгромлены последние четыре баталии, не разгромлены, начнется устройство в Газе с другими политическими игроками. И вот это, возможно, ситуация, при которой бы Хамас проиграл бы в итоге стратегически. Но все упирается для нас, для нас это все упирается в итоге в наших заложниках. В наших заложниках. И тут получается такая ситуация. Если в результате переговоров их освободить невозможно, а мы все-таки хотим их освободить, значит, единственный шанс освободить это военные операции. И получается, получается, что есть некий парадокс, некая противоречие, что для политической победы в этой войне, может быть, штурм Рафеха и не обязателен, а вот для того, чтобы спасти наших заложников, если переговоры провалились, тогда другого выхода нет. Теперь. Есть, однако, еще один нюанс. Для того, чтобы, как говорится, выиграть не по очкам, а выиграть в нокаут, конечно, хорошо бы смотрелись кадры руководителя Хамаса с прострелянными головами. И эту картинку можно получить только в результате штурма Рафеха. Поэтому мне, как военному человеку, конечно, хочется, чтобы этот штурм состоялся. Но с другой стороны, я как гражданин, как гражданин, понимаю, что ответственность государства прежде всего освободить заложников. И я хочу сказать, что я чисто по-человечески, мне очень жаль и нашу переговорную группу, и нашего премьер-министра, у которых на плечах сейчас такое бремя ответственности, и такие невыносимые условия, такие ужасные карты. Григорий, а вот почему говорят, что либо штурм Рафеха, либо заложники? Что имеется в виду? Ведь, собственно, штурм Рафеха подразумевает попытку освободить заложников. Или очень низкие шансы? Это говорят люди, которые зачастую не совсем понимают, как такие операции проводятся. Дело в том, что имеется в виду, что в случае, если начнется реальный штурм, и к ним будут подходить, так сказать, со всех сторон продвигаться, то они начнут их убивать. Однако тут есть, я не хочу сейчас в эфире ни в коем случае тут какие-то там подробности обсуждать на эту тему, но есть определенные методы, которые могут позволить дать нашим заложникам шанс. Если мы не начнем штурмовать Рафеха, а переговоры закончатся в фиаско, то понятно любому, что, в общем-то, наших заложников тогда не спасти. Ну, то есть, либо политический переговорный сценарий, либо военный. Я также хочу напомнить, что причина, почему Хамас пошел тогда, вот несколько месяцев назад, на первый вот этот вот пуш освобождения заложников, она причина только одна. Северная часть сектора Газа, их основной укрепрайон, который там был, пал за несколько дней, по сути. Ну, может быть, несколько недель. И там, где они рассчитывали похоронить там тысячи израильских солдат, по сути, мы почти не понесли потерь. И тогда, когда наши полки стали разворачиваться с северной части в южную, они пошли на вот это вот, им надо было, как воздух нужна была, передышка, нужно было время для передислокации, для того, чтобы сменить там позиции и так далее. И поэтому вот они, то есть только военное давление, в конечном итоге мы понимаем, только военное давление приводит к тому, чтобы они освобождали наших людей. Григорий, тогда было еще мнение, что одна из причин, по которой они пошли на эту, так сказать, сделку, и на перерыв, сколько тогда было, 10 дней, по-моему, или 12, перерыв военных. Около, чуть-чуть меньше двух недель, да. Они были абсолютно уверены на 100%, что Израиль не сможет под международным давлением после вот этих вот 10 дней перерыва возобновить военные действия, что просто не дадут. То есть для них это было просто откровением, когда война началась снова. Вы знаете, вообще вот эта вся история с этой войной, она поставила на повестку дня с новой остротой вообще понятия здравого смысла в современном западном мире. Вот смотрите, сколько хейта, сколько, ну, слово даже критика здесь, оно не совсем как бы уместно, сколько, сколько черного пиара, сколько вот помоев выливают антисемиты во всем мире сейчас на наше государство, совершенно очерняя наши действия, подменяя понятия, занимаясь манипуляциями, общественным сознанием и так далее. И несмотря на то, что это делает волна, вот как цунами, однако мы видим, что периодически возникают какие-то здравые силы, которые пытаются этому противостоять, ставят их на место. Вот, например, сейчас в США прошел закон, запрещающий антисемитизм и так далее. То есть я хочу тут сказать, что если мы все-таки сможем начать такую продуманную, грамотную, пропагандистскую войну за общественное мнение на Западе среди тех жителей западных стран, которые согласны нас слушать, готовы нас слушать, готовы нас воспринимать, это и Центральная Европа, это и определенные слои в таких вот государствах, как там, даже Италия, там есть люди, которые готовы нас слушать, что мы с ними не говорим. Соединенные Штаты, там огромная вот эта аморфная масса людей, которые не знают, как, мы же не ведем с ними диалога. Не только же с эстеблишментом, с Белым домом, там, с их парламентариями нужно разговаривать, с простым народом тоже. Это, кстати, между прочим, в свое время очень хорошо понял Бен Гурио в 47-м году, и он работал с журналистами американскими, не евреями, и это дало свои плоды определенные. Так мы должны, так сказать, наших дедов опыт использовать, оптимизировать, а не говорить, что априори все пропало, и там нас никто не поддержит, и так далее. Это не так. Если мы будем на заклане отдаваться в пропагандистской войне нашим врагам, так нам никто не поможет. А если мы будем пытаться бороться? Ну, если мы будем назначать министрами пропаганды конченых, извините, это мое оценочное мнение, конченых дебилов, которые не понимают вообще для чего и что они должны делать, то, конечно, результат будет именно такой, какой он есть. Да, дебилов и дебилок. Будем, так сказать, будем с точки зрения гендерной равности, равенства гендерного будем корректны. То есть у нас, послушайте, у нас нация, которая дала мировой цивилизации выдающихся журналистов. У нас в Израиле есть прекрасные журналисты, которые на очень многих языках, как на родном, могут вести пропагандистскую кампанию. Нужны бюджетные средства, нужна стратегия, нужно продумать. Ну, слушайте, если мы построили армию прекрасную, почему же мы не можем на информационном фронте воевать достойно? Ну, это же просто анекдот, просто анекдот, скверный анекдот вся эта история с пропагандой. Да, это ужасно. Ну, кстати, вот мы чуть позже коснемся беспорядков в американских университетах. Я сейчас хотел бы сначала поговорить несколько слов по поводу ситуации на северной границе. Дело в том, что Хизбалла приняла, вроде бы приняла французское предложение мирного урегулирования с Израилем. По данным телеканала вот Ливанского, в тексте Черновика вот этого соглашения не зафиксировано вот жесткое требование отступления боевиков за реку Литане, кстати, о которой говорит резолюция 1701 Совета Безопасности, на которую все просто дружно наплевали. То есть говорят так, как будто резолюции нет. Так вот, вроде как они согласны отвезти свои войска и так далее, а Израиль вроде бы дал согласие на какие-то переговоры о, так сказать, уточнении границы сухопутной, которая, в общем-то, признана Организацией Объединенных Наций, но тем не менее Израиль собирается ее уточнять. К чему может привести подобного рода соглашение и будет ли оно вообще жизненным? Дело в том, что, если вы помните вот эту всю историю, которая касалась уступок прошлого правительства по водным границам нашим, да, по акватории... Не просто границам, газовым месторождением уступили. Да-да, совершенно верно, да, совершенно верно. Там, кстати, между прочим, я не специалист в этом, сразу хочу сказать, я со слов других людей это озвучиваю, но по международным законам вроде бы как это им принадлежало, но мы могли там пободаться, если бы захотели. Ну, не знаю, нет у меня здесь оценочного мнения по этому вопросу, не моя специализация. Я человек сухопутный, максимально не морской. Так вот, тем не менее, идея была в чем, что мы с Ливаном, с ливанским правительством договариваемся, и таким образом наша сухопутная граница, она Ливаном превращается в признанную. То есть это важный момент очень. У правительства Ливана нет к Израилю на сегодняшний день никаких претензий территориальных. И они не транслируют эти претензии. Претензии транслируются организацией Хизбала. Это парадокс. Это единственный пример в мировой истории, когда террористическая организация взяла в заложники, по сути, суверенную страну, небольшую, но тем не менее, да, и фактически она рассматривает ливанцев как своих заложников. Теперь, тут очень важный момент. Смотрите, вот мы сейчас все говорим про наших похищенных, да, взятых в заложники наших граждан. И это ужасно, и мы знаем, что это ужасно, у нас болит сердце, и часть из них уже мертвы, мы это понимаем. Это жуткая трагедия, жуткая трагедия, несмываемое пятно позора с нашего общества, с нашей армии, с нашей разведки, с нашего правительства, со всех нас. Но об этом говорят намного меньше, потому что там никто вроде как не погиб. Но у нас есть сотни тысяч эвакуированных, часть из которых с севера, у нас с север разрушен, это наша житница. Это прекрасная полудородная земля, у нас ее не так уж много, это из полудородной земли. И там эвакуированы многие десятки, если не сотни тысяч людей. Заброшены бизнесы, заброшены поля, заброшены сады. Уйдут годы, уйдут годы для того, чтобы это восстановить. Я беседовал со специалистами по сельскому хозяйству, с аграриями нашими, и уйдут годы, это не один сезон, это очень огромный ущерб. Теперь, значит, получается какая ситуация? Мы же уже были в подобной, что нам говорят, что туда войдут части ливанской армии. Ливанская армия не в состоянии противостоять военным отношениям сегодня к Хизбалле. Она значительно слабее, не просто слабее, а значительно слабее. Если мы не проведем военную операцию в Ливане, победоносную и убедительную, то можно будет говорить о том, что Хизбалла одержит стратегическую победу над нашим государством. Вот Иран, Иран, показал сейчас свою военную слабость попыткой ракетной атаки на наше государство. Практически все ракеты сбиты были, мы ударили одной ракетой, разнесли им к чертовой матери радар. А вот Хизбалла получается, что они смогли на данном этапе, по крайней мере, стратегически одержать победу. Это не окончательная еще победа, у нас еще возможно ситуацию поменять. И тут возникает вопрос, послушайте, ну, очевидно, мы утрачиваем суверенитет, потому что армия готова к операции. Натаньяу тоже, в принципе, склонен дать приказ в начале операции. Значит, наши друзья американские руки выкручивали. Были времена, когда мы действовали без заглядки на ваш никто. Что интересно, что всегда они выкручивали нам руки. То есть все предыдущие войны Израиля точно так же. Американцы говорили стоп. С самого начала причем. Я вам хочу сказать, это было не всегда. Вспомним, давайте, шестидневную войну. Шестидневную войну, когда Америка не была нашим геополитическим спонсором. До шестидневной войны этим спонсором была Франция. С 49 по 67 год, за несколько недель, месяцев до войны, смотря как считать, Деголь отвернулся от Израиля. Мы оказались абсолютно одни. Но мы одержали такую победу, что все заткнулись. И надо было, когда мы разбомбили американский эсминец, который занимался шпионажем в пользу США в территориальных водах Израиля. К чертовой матери его разнесли. И ничего. Понимаете? Я не говорю сейчас о том, что нужно наплевать на мировое сообщество. Нужно вести себя очень мудро, нужно вести себя очень грамотно. Нужно восстанавливать нашу оборонную промышленность, сделать ее самодостаточной. Нужно восстанавливать наше сельское хозяйство так, чтобы у нас была пищевая автономия. Я хочу сказать, что одна из причин, почему стал ввелся такой акцент на развитие сельского хозяйства, в случае блокады мы должны были потенциально себя в состоянии обеспечить основными продуктами питания без экспорта. Но я понимаю, что мы за эти 50 лет последние, так сказать, привыкли к хорошей жизни. Мы любим хорошие европейские вина, вкусные сыры, польскую говядину и так далее. Но, значит, надо как-то пересматривать приоритеты. Да, с этим трудно не согласиться. Григорий, в прошлой программе, которую мы записывали буквально несколько дней назад, мы говорили о антиизраильских и таких прохамасовских беспорядках в университетах, протестах, вот эти палаточные лагеря. И вы тогда сказали, что вообще надо вспомнить, так сказать, нашу еврейскую историю, и Израиль должен организовать, помочь американским и евреям организовать отряды самообороны. И вот у нас уже, так сказать, ходят ролики о том, как еврейские студенты вместе с хабадниками, значит, отстаивают свой суверенитет и разнесли вот подобный лагерь в одном из университетов. Так что, нас услышали? Ну, приятно, что наши с вами диалоги слушают и в США, и прислушиваются к нашим мыслям, с одной стороны. А с другой стороны, я хочу отметить тут очень важный момент. Это произошло именно в том ВУЗе, где администрация, руководство отказалось вызвать полицию, что, собственно, было единственным, единственным логическим и правильным решением создавшейся ситуации. Потому что ни разу, никогда, нигде, никого в цивилизованном мире не было, чтобы были демонстрации, призывающие открыто к геноциду, к уничтожению государства, это то, что там озвучивалось, к уничтожению израильтян как нации. А израильтяне, между прочим, это не только евреи, я хочу напомнить, у нас государство многонациональное, и делается большое усилие нашим обществом в целом для того, чтобы дать, в конечном итоге, равные права всем тем этническим группам, которые готовы признать, что Израиль – это еврейское демократическое государство. И это не что иное, как призыв к уничтожению нашей цивилизации. И если государство не может взять под контроль происходящее, единственная возможность такой ситуации – это действовать самостоятельно. Ну, представьте себе, что пытались бы вызвать полицию евреи в 1938 году в Германии во времена Хрустальной ночи. Ну, понимаете? То есть, если государство не может обеспечить безопасность, честь и достоинство своих граждан, безотносительно какой национальности они относятся, к какому вероисповеданию, значит, граждане должны брать в свои руки свою безопасность. И я лишь могу пожалеть, что меня не было вместе с теми ребятами в тот день. Ну, кстати, я хотел бы сказать, что вот этот закон, который мы только что упомянули, который буквально сегодня ночью приняли в Соединенных Штатах, он как раз вот и направлен против подобного рода выступления, против подобного рода действий. Так он по следам, он же был принят по следам произошедшего. Это уже понятно, они отреагировали. Отреагировали, но отреагировали слишком поздно. И потом, вы знаете, опять же, вот я говорю, у меня в голове не укладывается. Вот это речевка «From the river to the sea». Ну, почему до сих пор не сделан 30-секундный мультипликационный фильм, который показывает, где река, где море, где евреи, где арабы. И просто вот этот мультик не пускается как вирусная реклама везде, где только можно. Мы что, мультики разучились делать? «Дисней» – это вообще не еврейский проект? Ну, как бы просто смешно, просто смешно. Понимаете? То есть нация, которая дала понятие шоу-бизнеса в современной европейской цивилизации, не может пропаганду своей собственной правой, правильной позиции озвучить миру цивилизованному. Ну, кстати, вот, Григорий, продолжение вот этой темы, немножечко возвращаемся в газу. Вот эта вот волна лжи, которая идет о том, что найдено какое-то там захоронение, и в котором, значит, куча-куча возле больницы, там лежат куча трупов, там без органов и так далее. И это разгоняется, ну, в российских пабликах это разгоняется, нам даже пишут все там комментаторы. А почему вы об этом не говорите? И вот сейчас была информация о том, что спутниковые снимки, все это давно известно, что эти захоронения были еще до войны сделаны самими палестинцами, никаких там отсутствующих органов там нет, и никто об этом не говорит. Наша послица, посол государства Израиль в России попыталась об этом, так сказать, заявить, так ее там вызвали срочно в МИД России для того, чтобы ей объяснили, что так делать нельзя. Я вам хочу сказать, вот я просто привожу этот пример, что такое палестинская ложь. Я привожу этот пример постоянно, потому что это пример моей личной армейской службы. Была ночная перестрелка, это было в 1994 году в Дарии, очень давно. Была ночная перестрелка, по нам открыли огонь, мы ответили огнем. Потом, значит, наутро палестинцы сказали, что израильские солдаты сострелили одного там жителя, мирного жителя. Было следствие, было вскрытие, израильтяне настояли на вскрытии. И когда провели вскрытие, то в теле нашли пистолетные патроны, пистолетные. А никто из нас не был вооружен пистолетом, у нас у всех были винтовки М-16. И это человек, который был убит в криминальной разборке из пистолета, из короткосвольного оружия. Потом уже, когда провели экспертизу, выяснилось, что он был убит значительно за несколько дней. Его просто в морозилку положили, ждали случая, что вот попытка свалить на израильскую армию. Теперь, в итоге разобрались. Но в прессе подняли шею. Ну да, осадочек остался, как говорится. Застрелили, но потом было опровержение, но заголовок был большой, опровержение маленькое. Ну все как мы любим. Так давай вспомним этого палестинского мальчика. Вот это знаменитые кадры французского телевидения. Когда отец прижимает к себе ребенка, кругом перестрелка, ребенок погибает. Все вот это был просто символ. И спустя полтора года, по-моему, или даже два года, французский же телеканал, только другой, провел расследование. Выяснилось, что это полнейшая инсценировка. Мальчик жив, и они с папой спокойно живут во Франции. Значит, почему, если есть профессиональный журналист, порядочный француз? Почему не может быть десять порядочных евреев, хороших журналистов, которые бы сделали десять таких фильмов на десяти разных языках? Да, это вопрос риторический. Основных. Вопрос риторический. От китайского, да. Григорий, война в Украине. То есть пакет помощи, который был подписан... Ну вот, понимаете, пока мы так будем... Да, пакет помощи, который был подписан, наконец, в Соединенных Штатах, значит, постепенно начала поступать оружие в Украину. То, что вы, кстати, говорили о том, что на момент подписания указа президентом часть оружия уже находилась в Польше. Что происходит сейчас на фронте, и вообще какие перспективы? Ну, смотрите, парадоксально, но в части поступили, прежде всего, те виды вооружения, которые, они, конечно, очень нужны и важны, но они не первоочередны по срочности, да. Ну, во-первых, первое, что вот поступило, это боеприпасы от АКМС. И уже есть примеры боевого применения, очень, кстати, успешного. Но то, что сейчас кровь из носа нужна украинской армии, это боеприпасы, там, например, снаряды для гаубичной артиллерии. Это ракеты для Хаймерсов, например, да, которых не хватает. Вот такого плана вещи, как бы, именно, которые можно непосредственно на поле боя применить. И это будет поступать в ближайшее время. И сейчас, как я уже вот говорил, все, вот, как бы, такой счетчик, он тикает, да, с одной стороны, что вперед, русские давят, с одной стороны, у них есть серьезные, пока что тактические, однако серьезные успехи, которые при неблагоприятном для Украины развитии событий имеют опасность перерасти в успехи оперативного масштаба. И что будет раньше, вот они получат такие боеприпасы, или они получат, или русские будут сжать и вот продавят. И тут вопрос, насколько у Украины есть сейчас резервы для того, чтобы затыкать эти дыры. Я, кстати, скажу вам, одна из острейших проблем сейчас в украинской армии, это нехватка профессионального кадрового офицерского состава. Это то, что было в России летом, осенью 22-го года, после того, как они понесли очень серьезные потери в первые месяцы войны. И Украина не приняла вовремя должных мер для того, чтобы предотвратить эту ситуацию, начав вот какие-то курсы скороспешные младших командиров и так далее. Этого сделано не было. Была определенная помощь западных стран. Например, вот эти вот 10 тысяч пехотинцев, которые обучались в свое время в Великобритании, когда они прибыли потом с английской амуницией и экипировкой назад в украинскую армию, насколько мне известно, по моим сведениям, они все уже пошли на сержантские должности. И это было правильное решение, да, то есть люди прошли подготовку серьезную. А британская пехота – это самая высокоподготовленная пехота с точки зрения тактического мастерства в Европе. Мы не в Европе, я подчеркиваю, да? Это намек на то, что мы лучше. В Евразии наша пехота самая лучшая, конечно. Но они поступили в украинские части уже на сержантских должностях. И это серьезная была подмога, но, к сожалению, этот проект, насколько мне известно, он был одноразовый. Почему так произошло, не знаю, не могу сказать. Может быть, недопонимание со стороны украинского руководства, может быть, недостаточная помощь со стороны британцев. Не могу ответить на этот вопрос. Но в любом случае, сейчас еще не поздно. Нужно вот то, что, мне кажется, это первоочередная задача украинской армии – наладить срочно какой-то механизм подготовки офицеров и сержантов. И тут, между прочим, они могут израильский опыт использовать. Потому что у нас, скажем, офицерские курсы, они, как вы знаете, у нас нет военных академий в стране. У нас понятие офицерские курсы. Однако качество подготовки личного состава на этих курсах, весь мир, так сказать, смотрит на это качество и хлопает в ладоши. Поэтому, возможно, израильский опыт, который помогает сделать это быстро, эффективно, он здесь будет для них уместен. Да, действительно. Я в свое время был поражен, когда узнал, что для того, чтобы стать офицером, достаточно закончить курсы. То есть у нас был такой стереотип, что это нужно высшее образование обязательно, причем военное училище. И нужно 4 года по плацу маршировать и красить дачу генералу обязательно, иначе офицером не станешь. Просто у нас, для того, чтобы стать офицером в боевых частях, если это не боевые части, то есть профильные курсы. А если это боевые части, то человек сначала, прежде чем он становится офицером, он сначала проходит курс младших командиров, служит младшим командиром. Если он демонстрирует свои качества определенные, его выдвигают дальше. То есть это все время обучение онлайн, прошу прощения, обучение оффлайн именно вот непосредственно на земле. То есть он учится и служит, и воюет одновременно, параллельно, и это все как бы без отрыва, так сказать, от производства. Ну и, кстати, я хочу добавить, что у нас есть, это, конечно, не академия, но колледж национальной безопасности, так называемый, который, в принципе, ну, если не приравнивается, то близок к академии, по крайней мере, по уровню подготовки офицеров. Да, но там с определенных просто, ну, с определенного звания, с определенных должностей предусматривается, если человек хочет продвигаться по службе, то он должен, более того, я скажу другую вещь, с определенных должностей предусматривается наличие офицера высшего образования академического. Там нельзя подняться выше определенного звания и должности, не имея академического образования. Дальше там наступает момент, когда необходимо вторая степень академическая. Поэтому много есть офицеров, которые служат в армии и параллельно учатся в университетах. Это очень принятая практика у нас. И более того, те военные специальности, где предполагается высокий уровень технических знаний, там это ВВС, военно-морской флот, конечно, там есть профильные колледжи, где обучаются и на очень высоком уровне. Кстати, одна из самых, может быть, даже самая престижная специальность военной сегодня в армии – это капитана боевого корабля. Ну, кстати, я хочу добавить у меня просто дети моих друзей в авиации. Когда человека зачисляют в авиацию, то есть я имею в виду срочного служащего, он автоматически параллельно начинает обучение в университете. И обязательно, то есть к моменту, когда он проходит, так сказать, и выходит уже, так сказать, начинает летать уже по полной, у него первая степень должна быть закончена. То есть они учатся параллельно в университете. То есть все лётчики, скажем так, все боевые лётчики имеют первую степень, как минимум. Спасибо. Спасибо большое, Григорий. Да, да, да. Всего хорошего, да. Спасибо. Я напоминаю, что с нами был Григорий Тамар, офицер армии обороны Израиля в отставке, военный историк, журналист. Подписывайтесь на канал Григория Тамара. Там очень интересно. А наша программа подошла к концу. Всего доброго. До свидания.